И вот смотри, у нас еще интереснейшая новость из НАСА. НАСА сообщило, что действительно анализ того, что можно назвать атмосферой Венеры, указывает на то, что да, в принципе, там возможны какие-то анаэробные, то есть бескислородные формы жизни. И эта новость о Венере настолько всех перевозбудила, больше всех перевозбудился, почему-то Равозин, который сразу объявил Венеру русской планетой, заявил, что Роскосмос готов полностью вписаться в освоение Венеры, направить туда собственную миссию, но понятно, что весь благой порыв с Венерой, с освоением Венеры, ограничится в Роскосмосе парой-тройкой венерических заболеваний. Но это будет бешено дорогой трипер, где-нибудь тоже на пару миллиардов долларов, космически дорогой. И когда раздались, значит, эти все венерианские победные литавры от нас, а тут же перевозбудились, значит, и академические седые зады, которые вдруг объявили, что у нас вообще есть то же, чем крыть, потому что мы сейчас вам предъявим потрясающую научную новость. Хандрит, метеорит, аргей, в котором есть следы внеземной жизни. Это действительно всеми было воспринято по серости, как великая победа российской науки. И вся публика присела в испуганном реверансе. Вот сейчас нам покажут такую феноменальную новость, такое открытие. Вообще, я тебе должен сказать, что у этой победы российской науки есть один маленький недостаточек, потому что вообще новость датируется 1864 годом. Именно тогда на территории Франции упал этот метеорит аргей, впервые был обследован. И все выводы по нему уже давным-давно сделаны. И теперь как-то пытаться присоседиться к этой славе уже несколько потешно. Это не очень новость. Тогда могли бы уже взять какой-нибудь метеорит типа Нахлы или Мерчисон, так называемый. Неправильно выговариваю, Мерчисон или Мерчисонский метеорит, в котором там помимо аланина, аспарагина и пучи аминокислот, еще и прямые указания на органическую жизнь. Поэтому, в общем, мы можем говорить про то, что эта победа, скажем так, весьма сомнительна.